Привет всем! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и я сходил на очередное кино. Сегодня это был Безумный Макс. Дорога ярости. В общем, я в диком восторге. Я, честно говоря, не ожидал, что будет настолько хороший фильм. Я его ждал, как появились первые трейлеры. Я поклонник ещё того первого Безумного Макса, в котором играл Мэл Гибсон. Первого, второго, третьего он там в трёх играл. Но то, что мы сейчас увидели, честно говоря, все мои ожидания превзошло. На данный момент это просто лучший экшен, который выходил вообще за все времена. Я даже не могу с чём-то сравнить Безумного Макса. Это лучший экшен, сцены, лучшая атмосфера, лучшие визуальные эффекты. Всё там. И два часа. Он идёт больше двух часов. А когда он закончился, вот ощущение как будто, ну, мы только сели и встали, и всё. То есть вообще нету передышки. Когда была первая экшен-сцена, она начинается, ну, знаете, как во всех экшен-фильмах, там, подготавливают, подготавливают, потом в конце фильма как экшен-сцена, и всё. И на этом хэппи-энд какой-нибудь. Здесь экшен-сцена началась буквально минут через пять после начала фильма. Длилась, наверное, минут 15. И в конце, как она закончилась, в зале полная тишина была. Вот никто не шуршал. Там все начали ещё, там с чипсами есть, что-то такое. Полная тишина. То есть народ настолько офигел, мягко говоря. Конечно, фильм жестокий. Там есть очень, ну, в принципе, там начальницы предупреждают. Это 16+, по-моему, написано. Я ему 18+, дал, потому что некоторые... То, что там показывали, мягко говоря, и для 17-летних их психику может нарушить. Оно и мою психику нарушило, как вы видите. В общем, но визуально там и... Есть, конечно, несколько вопросов по поводу того, если у них проблемы с бензином в этом мире. Нахера едет гитарист и пускает пламя из гитары? Но, честно говоря, всё это визуально настолько выглядит в тему и, ну, играет на описание этого мира, в котором происходит действие, что просто придраться мне просто так не к чему. Я вот ещё пытался тут, перед тем, как мы буквально минут 10 назад вышли из кинотеатра, пытался найти, к чему придраться. Хотел придраться к переводу в некоторых местах. Но, честно говоря, герои на весь фильм, ну, не знаю, фраз 20, дай бог, если на всех вместе скажут и всё. То есть в фильме практически нет разговоров. Постоянный экшен, экшен и экшен. Слава богу, там нету какого пафоса. При этом сам фильм выглядит, ну, логичным и умным. То есть это не экшен ради экшена. Ты понимаешь, что люди пытаются выжить. Почему они пытаются... Всё объяснено настолько точно. Ну, я могу, в общем, долго ещё восхищаться Безумным Максом. Я вам рекомендую без всяких вопросов просто пойти купить фильм и посмотреть Безумный Макс. Потому что это действительно веха. На данный момент, ну, я бы, честно говоря, я бы его и на Оскара выдвинул. Потому что, ну, блин, если дали «Властелину колец» Оскара, то этот фильм точно... Потому что «Властелине колец» там три часа. И то смотришь прикольно, то сидишь уже, думаешь, когда же они там трындеть закончат о своём великом походе к Великой горе. Когда там кинут кольцо в эту фигню. Здесь... Проспойлерил. Да, извините, что он проспойлерил «Властелина колец». Здесь есть момент, вы знаете, когда кажется, всё типа хэппи-эп, сейчас всё закончится. И они опять начинают, и опять началась движуха. В общем, ребята, «Безумный Макс» надо посмотреть всем. Этот фильм стоит того. Вообще, нас этот май радует. Вот вышел «Безумный Макс», буквально через несколько дней «Ведьмак» выходит. То есть развлекуха на все... Для всех. Идите на «Безумного Макса». Лёша Халецкий категорически рекомендует. Спасибо, что досмотрели до конца. Покеда. И ходите в кино.